В 2020 году значимым проектом стала акция взаимопомощи «Мы вместе», направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства, продукты, а с начала пандемии в акции на территории городского округа Самары участвовали 374 волонтера, это активные жители и корпоративные волонтеры крупных предприятий и общественных объединений. Активные граждане и сегодня продолжают присоединяться к акции «Мы вместе» и в настоящее время. Ну а сегодня в студии люди, которые не только принимали активное участие в этой акции, но и получили достойные награды. Это программа «Город С». Я Елена Чернявская и представляю гостей в студии. Здравствуйте. У нас сегодня Щинина Екатерина Сергеевна, начальник отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара. И про ЦУК Артем Валерьевич, волонтер, водитель акции «Мы вместе». Еще раз приветствую вас. Конечно, поздравляю с заслуженными наградами. Вот сегодня вы их принесли в студию, мы обязательно о них расскажем, вы расскажете, ну а мы покажем в свою очередь. Скажите, вот все-таки подведены итоги, да, акции «Мы вместе». Как вы считаете, в рамках этой акции вот вами было сделано все возможное, Екатерина? Да. Если сейчас вот оглянуться на тот сложный период, который застал нас практически врасплох, да, в апреле, когда мы поняли, какая огромная задача, какая ответственность легла на наши плечи, то, конечно, вот в тот момент мы отложили все свои личные интересы, все какие-то там нюансы и просто посвятили всю свою жизнь с утра и до вечера, без выходных, для того, чтобы выстроить некую систему, которая действительно могла бы нам помочь в жизни наших сограждан, наших жителей Самары, прежде всего тех, кто был в группе риска. И действительно первое время и первые несколько месяцев наша горячая линия, которая принимала обращения граждан, принимали обращения по Самаре все, потому что мы знали, что если сейчас человек не получит ответа на вопросы, которые его волнуют, то ему, по сути, обратиться, вот сейчас он не знает, куда еще он может позвонить. И мы не знали, какие это будут вопросы, какие это будут обращения. Мы были готовы к тому, что действительно, раз введен режим самоизоляции, то необходимо будет доставлять продукты и первые необходимости, да, и лекарства, конечно, на дом. Но помимо этих задач, еще в процессе мы поняли, что есть другие важные вещи. Прежде всего люди хотели знать, что происходит, куда можно обратиться, какие действия будут приняты в дальнейшем. Некоторые организационные, административные меры, которые принимались, они на практике, на своей, имели какие-то особенности. И тогда нам звонили жители и просили принять какие-то нюансы, детали, для того, чтобы им было удобнее. Поэтому каждая волна, каждый, скажем так, информационный сюжет, который выходил с помощью вас, наших коллег на телеэкранах, он вызывал волну дополнительных вопросов. И мы, экстренно ориентируясь в том, что сегодня актуально, да, вот в тот каждый конкретный день, а вы помните эти дни, каждый день у нас была новая тема, новый взрыв каких-то эмоций, новых введений, вопросов, да, куда пойти, что делать. И мы вот оперативно, наш такой штат, который работал при горячей линии, волонтеры, все были это люди, которые не получали за это зарплату, но они в свое свободное время или там, находясь на дистанционной работе, дополнительно вот консультировали людей. Вот. И благодаря оперативной работе всех, всей команды, волонтеров, которые к нам присоединились, которых было очень много, это были, прежде всего, и депутаты Единой России очень включились в процессы тогда на первых порах, когда еще даже мы не смогли набрать группу волонтеров достаточную по количеству, ведь, вздумайтесь, несколько сотен человек, которые должны найти время вместо своей работы, учебы, возможности вот ходить помогать людям. Совершенно в новой, незнакомой обстановке. Да, и нужно было время, чтобы даже набрать эту группу людей. Вот первыми были депутаты, которые нас поддержали. И когда мы поняли, что у нас есть люди, но у нас стал вопрос, например, с тем, чтобы быстро реагировать на заказы, доставлять продукты бабушкам, дедушкам, которых заявок этих было очень много, и еда нужна вовремя, да, не спустя несколько дней, то, конечно, вот здесь, например, к нам пришла на помощь транспортная компания, вот Артем Валерьевич, который здесь сегодня присутствует, ему огромное спасибо. Мы познакомились благодаря тому, что он позвонил на горячую линию сам и предложил вот свою помощь с транспортом, который он тоже расскажет. Вот давайте мы сейчас, да, как раз у Артема и спросим. Во-первых, ну расскажите о себе. Почему вы стали участником этой акции? Что лично для вас значит вот эта награда, которую вы сегодня принесли в студию? Ну, отвечая на вопрос, почему, мы в транспортное предприятие, и когда ввелся карантин, мы очень сильно пострадали от этого, да, потому что пассажиры перестали ездить, все находились дома, коллектив работал нашего предприятия, машины работали, но у нас появился простой автомобиль, то есть они стоят, водители как бы сидят в машинах, машины стоят, некого возить. Соответственно, ресурсы у нас высвободились, и почему бы те свободные ресурсы, которые у нас появились, не направить на помощь людям, которые в данный момент очень сильно нуждались в этой помощи, волонтеры, которые развозили продукты, да, то есть это не всегда там какой-то легкий груз там в виде булки хлеба, да, но и там целый пакет продуктов, а, как правило, волонтеры... Запас хотя бы на несколько дней должен был быть у человека, да, а, как правило, волонтеры это были девушки первые, и, соответственно, им было там физически тяжело. Тяжело, конечно, да. Да, соответственно, мы обратились на горячую линию с предложением о том, что у нас есть ресурсы, мы готовы помочь. Но что там Екатерина, Владимир Марин с ОНФ Самарского с удовольствием откликнулись, мы совместно организовали инструменты и процесс, и, собственно, до сих пор продолжаем реализовывать это. Артем, ну, не сочтите мой вопрос, может быть, за не совсем корректный, но, тем не менее, я так понимаю, что вы бизнесмен, а у вас свой бизнес, ну, а бизнес призван зарабатывать деньги. Скажите, зачем вам нужно было это? Ну, небанальный ответ хочу услышать, просто помочь. Все-таки почему и зачем вы этим занимались? Ну, в первую очередь, сохранение коллектива, да, то есть, когда сотрудники видят, что нет работы и нет клиентов, ну, у любого человека начинается паническое настроение. Ну, конечно, у всех семьи, да, по части этой ботики, которую нужно платить, да? Да, и, соответственно, мы предложили водителям дополнительную мотивацию, как финансовую, так и поощрение, так, как же наших водителей там награждали благодарственными письменами. И они с удовольствием сами откликнулись, без даже каких-то там поощрений, они с удовольствием откликнулись, сказали, да, мы готовы. При этом мы теперь сохранили коллектив, у нас хорошая проверенная иллюзия, мы уверены в своем коллективе, и что даже в трудную минуту они готовы прийти на выручку окружающим. Вот это, наверное, да, главный такой импульс, стимул, когда ты проверяешь свою команду, пускай временем, пускай такими обстоятельствами, в которых оказалась вся страна, я хочу все-таки, чтобы вы рассказали про награды, вот сейчас они лежат перед нами, расскажите, пожалуйста. Вот это медали, мы работали не за медали, мы не знали о том, что будет такое. Нет, ребята, я не гордо и заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден, я согласен на медаль, да, вспомню Твардовского. Ну даже, вот нет, мы работали просто потому, что было надо, мы спасали свой город, спасали своих близких, спасали наших пожилых и не думали о том, как это будет и будет ли вообще когда-то вознаграждено. Но когда нас пригласили, вот мы с Артемом Валерьевичем одни из первых получали с нашими еще несколькими коллегами эти награды в Доме правительства, вот, и в здании правительства, да, нашей Самарской области, и, конечно, вот получить такую медаль от президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, да, с документами, со всеми удостоверяющими, и показать это даже вот нашим близким, которые видели наши, скажем так, старания и во время пандемии, во время работы практически не видели нас дома, да, но вот показать им, что этот труд был оценен, оценен должным образом, и это очень приятно. Конечно, вот это вдохновляет на новые подвиги, на новую работу, и хочется еще больше продолжать служить стране, родине, потому что, ну, это, когда ты видишь этот ответное, да, вот такое спасибо, то, ну, вот слезы наворачиваются на глазах от того, как это приятно. Для вас это было ожидаемо или неожиданно? Нет, это было абсолютно неожиданно, тем более медаль такого уровня, и она была получена впервые, да, несмотря на то, что были и раньше, например, я лично участвовала и много организовывала серьезных общественных таких проектов, акций, но тем не менее, вот это тот уровень, который новый для меня лично, и очень важно вот такую медаль получить. Спасибо всем, спасибо. Конечно, это не моя личная медаль, она прежде всего медаль той команды, которая работала вместе со мной, тех ребят, которые также отложили все свои дела и готовы посвятить свою жизнь спасению, скажем так, да, всех в сложной ситуации, да. И я уверена в них, вот как в своей команде, я уверена в том, что даже если вдруг нам придется столкнуться с еще большими какими-то сложностями, мы вместе все равно справимся, потому что вот этот потенциал человеческой доброты, человеческого участия, человеческой готовности пожертвовать чем-то личным ради общего блага, он есть. И вот есть такая радость и гордость за собственный город, за нас всех вместе. Артем, что лично для вас вот эта награда, и скажите, пожалуйста, когда вам сказали, что вас будут награждать, вас, ваш коллектив за ваше участие, вот какие чувства вы испытали, и что до сих пор, наверное, испытываете? Ну, в первую очередь, как бы я не знал, что нас будут награждать, мне, по-моему, Екатерина как раз позвонила и сказала о том, что вышел приказ, и, собственно, как бы там есть моя фамилия. Ну что, как бы я очень удивился, потому что, по большому счету, мы не сделали ничего такого сверхъестественного с точки зрения каких-то, ну, мне кажется, это обычная человеческая поддержка и помощь, это человеческие чувства, которые каждый из нас должен, наверное, в тяжелые моменты показывать. К чему подвигло? Да просто продолжить. Мы до сих пор продолжаем, сейчас мы активно помогаем врачам детской больницы Ивановой, до сих пор, там, вот, сегодня, по-моему, 6, 2 или 3 заявки уже было, когда мы, наши водители отвезли врачей к пациентам. Безусловно, мы соблюдаем все меры предосторожности, дезинфекцию автомобилей проводим, там, пытаемся иммунизировать все риски. Но отказать врачам в помощи, да, то есть люди и так очень сильно нагружены, у них большая ответственность и тяжелая работа. Но, там, почему мы даже не думали, там, отказать или, там, думать, помочь, не помочь, это дети, да, то есть мы помогаем сейчас врачам-педиатрам, детским педиатрам, тем более, там, если вот смотреть так, то мой сын прикреплен к этой же больнице, и тут возникает вопрос, помогая этим врачам, я же помогу помочь и себе, да, там, то есть, или большая часть коллектива также прописана в том районе, куда прикреплены эти врачи. Это личная ваша мотивация какая-то внутренняя, возможно, но вот все-таки вот эта ситуация, непростая с коронавирусной инфекцией, когда вы оказались в гуще этой акции, в гуще этих событий, акции «Мы вместе», все-таки, как это сказалось на вашем бизнесе? Вот вы могли бы предпринимателям, таким же, вот как вы, которые сейчас сидят по ту сторону экрана, слушают вас, смотрят, вот это действительно положительный опыт, положительный пример, который еще и положительно сказался на бизнесе, либо все-таки вы немножечко потеряли в плане денег, но приобрели в общечеловеческом плане? Ну, мы в любом случае потеряли, да, то есть, мы потеряли, наверное, в деньгах, но не потеряли в человечестве, в человеческих качествах, да, мы приобрели больше человеческого, но опять мы очень, мне было очень приятно, когда я увидел, как коллектив на это откликнулся, да, безусловно, были люди, которые не согласились, ну, я не могу их оценивать, но большая часть коллектива откликнулась, и это было приятно, да, то есть, когда коллектив объединился, там, не просто целью, там, зарабатывания денег или какой-то прибыли, а еще объединился с точки зрения каких-то человеческих вещей, поэтому это определенно стоит делать. Да, вот я это хотела услышать. Это определенно стоит делать, и мы можем точно сказать, мы попытались, и мы сделали все, и продолжаем делать все возможное для того, чтобы помочь. Да, и помимо, вот, например, транспортных компаний, которые нам могли, да, Да, кого-то еще стоит отменить, конечно. Давайте вспомним о том, что большое количество благотворителей, да, Самары и там с федерального уровня жертвовали свои средства для того, чтобы мы закупали бесплатные продуктовые наборы, которые разносили волонтеры, да, для пожилых и маломобильных граждан в период пандемии. Вот, и если мы вспомним эти цифры, да, то волонтеры разнесли только вот на адрес более 10 тысяч, да, вот, наборов бесплатных продуктовых, которые к нам пришли с федерального уровня. То есть числение идет ни на десятки, ни на сотни, а даже на тысячи. Конечно. Вот, и более тысячи этих наборов были уже именно благотворителями Самары, собраны на их средства, и мы их тоже разнесли. Были у нас благотворители, которые предоставляли не средства, да, вот для того, чтобы мы закупали одинаковые наборы, вот как-то всем предоставляли эти возможности, но еще и, например, формировали наборы бытовой химии, игрушки даже для многодетных семей, которые тоже испытывали сложности, да, помимо вот пожилых, они тоже оказались в такой категории, когда финансовые родители теряли там доход, который был, и оказывали ситуацию, когда тоже нужна помощь, да, и мы им помогали наши волонтеры тоже. То есть все представители бизнеса, и вот я наблюдала это уникальное явление, которого раньше у меня не было возможности посмотреть, когда в действительно сложной ситуации объединились все, никто не думал уже о коммерческой выгоде, все думали только о том, как нам спасти большее количество жизней, как сделать так, чтобы не болели люди одновременно, да, для того, чтобы, опять же, сделать возможной и в работу врачей, да, которых тоже, их ресурсы человеческие, там, организационные, технические, они тоже ограничены, и мы с вами смогли это сделать, да, то есть если мы посмотрим, вот сейчас оглянемся назад на ту динамику, которая была, эту ситуацию, то мы это сделали. И я думаю, что это прекрасный был опыт. Понятно, что сейчас уже, имея такой вот опыт, многие научились обходиться без волонтеров, да, то есть потихоньку даже наши пожилые маломобильные граждане, кто не очень пользовался интернетом, они сейчас уже потихоньку начали осваивать, какие-то свои приложения, да, умеют ими пользоваться, заказывать, что-то надо, и беречь себя. И действительно сейчас, вот если мы посмотрим на динамику именно в потребности волонтерской помощи, да, она немножечко ниже, хотя наши там цифры и ситуация все-таки не позволяют нам расстреляться. Да, вот я как раз и хотела сказать, что ведь ситуация-то с коронавирусом, хотя, ну да, вот периодично то идет на спад, то нет, вот вы занимаетесь действительно очень полезным делом, помогаете людям, но вот сейчас ваша помощь кому в первую очередь необходима? Она также по-прежнему необходима пожилым и маломобильным гражданам, которые соблюдают самоизоляцию. И рекомендуется, да, соблюдать самоизоляцию гражданам старше 65 лет. Действительно, это там категория, которая сейчас даже вот не рассчитывает, да, на прививочную кампанию, там, по медицинским показаниям. Им особенно нужно им беречь себя. Мы по-прежнему призываем наших граждан пользоваться услугами волонтеров для того, чтобы сэкономить вот свое присутствие, да, личное в местах общественного пользования, в тех же магазинах, аптеках и так далее, где действительно может быть, ну, достаточно высокий риск контакта, да, вот, и использование маски, оно в данном случае, конечно, является необходимостью, но лучше, если вы совсем ограничите вот свое присутствие в общественных местах. Так нам будет проще вам помочь. У вас всегда есть телефон, аж в горячей линии, и вы сможете позвонить, обратиться к нам. Мы по-прежнему проконсультируем, как что сделать лучше. Вот. Мы также все-таки призываем наших граждан к тому, чтобы заботиться о своих пожилых родственниках, помнить о них, помогать им, потому что силы волонтеров, да, это те же люди, которые также продолжают учиться, работать. У них нет достаточно возможности там полноценного дня, да, когда они могут только помогать другим. У них еще есть вот своя жизнь, которая тоже не останавливается, и тоже испытывает сложности в этот период. Поэтому давайте грамотно подходить и к ресурсам волонтерской помощи тоже. То есть если действительно человек одинок, и у него некому обратиться, мы всегда придем на помощь. Мы всегда, и сейчас это происходит ежедневно, и даже когда мы с вами разговариваем в эфире, к нам на горячую линию поступают заявки, наши волонтеры идут и покупают все необходимое. Артем, вот если бы вам вот сейчас вновь предложили принять участие в этом проекте, что бы вы сказали, и, может быть, какие-то лично от себя принесли бы в новшество, что-то добавили, что-то изменили, что-то бы убрали? Ну, в первую очередь, как представитель бизнеса, да, наверное, мы завязаны населением и получение прибыли. И если мы быстро поборим эту инфекцию, и все негативные последствия, то мы сможем быстрее зарабатывать. Ну, это если обращаясь к представителям бизнеса, да, то есть совместными усилиями, помощи врачам, населению, то мы, наверное, быстрее вышли бы на какое-то вот плато, да, там, как говорят, и, возможно, последствия самоизоляции были бы меньше, да, то есть если бы мы все активнее подключились, там, у нас на начальных этапах. Безусловно, как человек, там, соблюдать меры предосторожности, помогать своим близким, да, то есть людям в возрасте, бабушкам, дедушкам, родителям, тем самым снижая нагрузку на волонтеров и на врачей, да, безусловно. Но при этом самим помогать окружающим, не оставаться равнодушным. Спасибо большое. Я поздравляю вас с наградами. Вы действительно сделали и продолжаете делать очень великое дело, и недаром эта акция называется «Мы вместе», да? Вот когда мы вместе, мы, конечно, сильны, мы едины. А сейчас посмотрим сюжет, как, собственно, проходило награждение. Более 150 тысяч неравнодушных жителей области сегодня примкнули к видеоконференции в формате онлайн. Волонтеров поприветствовал губернатор региона и дал слово каждому. Большинство собравшихся участники всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе». За время проведения она вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Помощь оказывается повсеместна – врачам, детям, сиротам, пенсионерам, а также ветеранам и инвалидам. Мы регион, который очень часто задает новые тренды развития добровольчества, новые дела. Можно много проектов вспомнить, конечно, замечательные проекты в сфере инклюзии, да, и замечательные наших энтузиастов и добровольцев, которые сами преодолевают сложности и помогают другим людям почувствовать себя полноценными гражданами Великой Страны. В насыщенной дискуссии совместно с волонтерами приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Для нее, как и для большинства собравшихся неравнодушные отношения к землякам и готовность оказать помощь людям, которые в ней нуждаются – первоочередная задача. Успехи волонтеров региона отмечены на федеральном уровне. Добровольцы трижды побеждали на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Та сложная ситуация, в которой оказалась город, регион, да и в целом страна, показала, насколько много у нас добрых, обзывчивых, искренних людей. Поэтому, ребята, за все вам огромное спасибо. Вам здоровья, берегите себя. И надеемся, что армия молодежи будет с каждым днем только увеличиваться. Стремления добровольцев поддерживаются на федеральном и региональном уровнях. В этом году в Самарскую область были направлены дополнительные средства на развитие добровольчества, создание сети волонтерских центров в муниципалитетах и образовательных организациях региона. С этого года открыто уникальное для губернии обучение кэмп-лидеров. Проводятся инклюзивные поездки в заповедные места Самарской области, экспедиции на Байкал и Кавказ. И все же главное, что объединяет этих людей – готовность выручить и поддержать любого гражданина страны в любую секунду. Я считаю, что это одно из самых необходимых вещей, которые должны сейчас продвигаться, потому что время тяжелое. Сами все это понимаем. И хочется оказывать, и хочется смотреть, что где-то кто-то помогает. У нас даже был случай, когда мы помогали бабушке отвезти ее кота к ветеринару, потому что ей просто нельзя было нарушить режим самоизоляции. То есть мы максимально пытаемся не дать им потерять социализацию, обезопасить от выхода на улицу лишний раз, сделать их жизнь чуточку комфортнее в данных условиях. В 19-м форуме добровольцев Самарской области приняли участие 37 муниципальных образований губернии. Все волонтерские организации отметили дипломами и ценными подарками. Добровольцев наградила глава города Елена Лапушкина, пожелала волонтерам здоровья и поздравила с наступающим Новым годом. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город ТЭС. Ведь акция «Взаимопомощь и мы вместе» так важна людям, а порой просто жизни необходима. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова